Так, привет с вами Просто Охотник. Сегодня я поделюсь, наверное, своими наблюдениями по поводу экипировки к охоте. Это исключительно мое субъективное мнение. Сегодня поговорим про перчатки. Да, я, в общем-то, как такой известный парохольщик за свою охотничью карьеру набрал все, кушал всякого добра. И это все перчатки. Сейчас мы посмотрим вот то, что я нашел. Да, я как-то прокомментирую, а каждый для себя будет делать вывод уже сам. Да, и кроме того, неугомонная натура вот заказала какую-то очередную ерунду на Алиэкспрессе. Там какие-то супер тактические перчатки. Есть мнение, что тоже будет бесполезная вещь, но сейчас откроем, посмотрим. Давайте посмотрим, что у меня здесь накопилось, с чем можно пытаться ездить на охоту. Значит, вариант первый, это вот такие вот. Летние беспальчиковые перчатки. Вот. Здесь такая удобная прорезиненная с пупырышками часть. Ну, если только на лето, и то несколько бессмысленная вещь, потому что перчатки нужны, чтобы руки защищать от царапин, там, когда всякие деревяшки берешь или там спотыкнулся, упал. Здесь с открытыми пальцами это все не помогает. Это скорее велосипедная какая-то удобная вещь, вот, чтобы крепче держать руль. Но сделанная почему-то в таком стиле, там, в милитаре тактика для охоты. Вот, ну, честно говоря, периодически летом я их надеваю на какие-то летние варианты, но больше так, чтобы не совсем голой рукой там держаться с какой-то оружием. В общем, такая сомнительная история. Также по большому счету летом, ну, и в какой-то межсезонье вообще подойдут строительные обычные перчатки, вот, прорезиненные. Поверьте, толку от них будет вот больше, чем от этих модных всяких рембовских штучек-дрючек. То есть, в целом, если кто не парится, вот, как я, берите синие, зеленую, красную, там. Если кто парится, найдите, там, черную, хаки, там, может, камуфлированную найдете. В любом там строительном рынке, я думаю, такое есть. Вот, теперь, значит, более какой-то летний модный вариант. Покупался в, в общем-то, известном сетевом спортивном магазине синего цвета, который ушел из России. Вот это уже вполне такая удобная перчатка, она легкая. То есть, ну, можно в ней ходить, там, до температуры, там, плюс 5, если, ну, может быть, чуть-чуть потеплее, да, в зависимости от того, где вы на загоне или на вышке. То есть, руки защищены, получается, для вяжки всякие берем меньше шансов поставить занозу, там, поцарапаться, напороться на что-то. Ну, вот, когда на улице уже начинает холодать, у них, ну, в общем-то, не холодно. Да, вот здесь для того, чтобы брать, есть какие-то более удобные такие вставки. Ну, она, конечно, намокает. Вот, намокает под дождем, постоял где-то на загоне, там, вот, и все, они мокрые. Надо брать какую-то замену. Вот, резины вот такие, например. Опять же-таки, когда уже начинает становиться прохладно, то, когда долго, там, стоишь на загоне или сидишь, там, на вышке, и руки начинают, пальчики замерзать. Вот, и можно не столь уверенно управлять нажатием на спусковой крючок. У некоторых, там, начинаются крюки-крюки, пальцы-крюки. Перчаточки от этого, в общем-то, помогут, годная вещь, реально использую, часто. Был недавно на выставке, там, купил вот такие какие-то модные, якобы легкие, такие перчаточки, которые должны греть, там, какие-то. Какие-то маркетинговые ходы были, вторая кожа, там, производит тот же производитель, который зимний костюм у меня. Удобно сидит по руке, удобно сидит по руке. Наверное, создаёт какое-то тепло на охотах. На охотах они не бывали ещё, не брал, но вот два раза на следующей неделе поеду на охоты, наверное, возьму. Вот, ну, материал, материал такой, что, я думаю, до первого сучка. То есть, это не работа в лесу, не работа с деревяшками, просто стоять, там, с ружьём. Наверное, в них будет тепло, когда не мороз. Как себя поведут там на охоте, если будут какие-то экстремальные, очень хорошо поведёт или очень плохо, о случае расскажу. Вот такая вот флисовая, тоже у меня давно рабочая история. Есть, тоже часто пользовался флис, есть какая-то кожанка, пальчики вентилируются, чтобы было не очень жарко. Жарко, здесь нужно, закрывается, так вот, варежкой. В них я и зимой ходил на загоне, да, то есть удобно, что варежка на липучке. В них я и зимой ходил на загоне, пальцы мёрзнут, держишь вот так вот оружие, за цевьё, за шейку приклада. Слышишь какой-то звук, там, скидываешь, всё. Можно стрелять, управлять спусковым крючком, пальцы не задубели, подвижность сохраняется. Конечно, тоже мокнут, и, в принципе, когда там мороз, минус 10, минус 15, в них уже холодно. Значит, вот, самая простая, самая рабочая вещь. Обычные вязаные перчатки, машинные вязки. Все в таких ходили в школу, в садик в детстве. Пользуюсь ими, там, постоянно, наверное, там, с сентября, в середину января на загонах. И с сентября, там, по конец февраля на вышке, там, иногда и я там в кармане держу. Понятно, что тоже мокнут, но, то есть, без вот этих модных, там, вторых кож, простое проверенное решение. Хорошо руки и пальцы обхватывает, не дает, в общем-то, мерзнуть по рукам. Соответственно, пальцы не мерзнут, можно управлять спусковым крючком, очень удобно и очень просто, самое главное. Можно найти везде, там, на любом рынке, в любом магазине, миллион мелочей. В любом, наверное, строительном тоже магазине рынке. Самое главное, простое и надежное решение. Вот, что-то у меня по хай-теку еще, в общем-то, как-то я психанул, да, вот такие вот, якобы для... Позиционировал с маркетологами для охоты. В свое время купил, они с подогревом. Значит, здесь у нас расположен вот такой вот блочок на три пальчика у батарейки для аккумулятора. Включил-выключил. И, соответственно, здесь вот греющий элемент, по-моему. Значит, ну, я могу сказать, что это какая-то изличная рекламная история. Ни в коем случае не берите подобные, там, для охоты. Большие, неповоротливые. Ну, конкретно эта модель, она не очень хорошо, там, утеплена. Внутри флист, там, есть какой-то синтепон, но просто неудачное, может быть, решение. Другие, может быть, есть более удачные. Вот, но управлять огнем неудобно. Тем, сидеть в ней, наверное, на вышке в какой-то дикий мороз удобно. Но, там, когда услышал шорох, надо что-то, как-то, видимо, снимать. Судя по всему, самое лучшее решение будет снимать и пальцем просто стрелять. А это шум, это шуршание, это какие-то ненужные истории. В целом, значит, обычно я как использую, у меня вот такая вот муфта есть. Она, там, одевается на шею. Сейчас я, там, чуть попозже покажу. Да, и вот, выглядит это примерно так. На шею надеваешь. Тебя обхватываешь и застегиваешь. Все, она крепко держит. Крепко болтается. Вот, пожалуйста. Соответственно, я встаю, там, на загоне. Руки здесь, где тепло, удобно. Слышишь что-то, что требует повышенной готовности. Встаешь, рука теплая. Все. Можно вообще с пустыми руками, потому что хорошая теплоизоляция. Есть другие, там, производители. Главное, чтобы они были так нормально утеплены. И, в общем-то, легко входили и выходили. Может быть, каким-то оверсайз размером надо брать, чтобы ничто не цеплялось. Потому что здесь надо быстро, тихо, вытащить. И, например, оружие висит. Здесь, да, либо ты держишь его этой рукой за цевьё, там, придерживаешь. А эту руку греешь, чтобы, как бы, пальцами сгубили. Встаем, шиппицеливаешься. Бах. Все. Зверь добыт. Так, ну и вот это вот чудо-китайские тактические мысли. Так, из плюсов, наверное, можно будет использовать вот эту штуку. Просто, они с дырочкой, я думаю, как пакет непромокаемый. Ну, дырочки можно наклеить и использовать как непромокаемый пакет. Вот здесь вот такая вот прорезиненная костяшка. Кастетная. Достаточно она не тёпая, не на зиму. Скорее, вот по теплоте и защитным функциям, вот, близко к этим перчаткам. Ну, в принципе, наверное, её тоже можно использовать вот в качестве рабочего варианта такого. Лето, сентябрь, там, октябрь, может быть, там, ноябрь, по погоде. Как замена вот этих, да. Ну, вообще, это, наверное, больше не для охотников, а для, там, любителей каких-то тактических игр. Там, страйкбола, там, не знаю, для военных такое подойдёт ли, там, для мобилизованных. Там каждый сам решает для себя. Вот, ну. Ну, в целом, да. Честно говоря, я уже после того, как заказала, было поздно отказываться. Думал, что будет хуже, но, наверное, рабочая какая-то целая история. Берём. Так, дождичек пошёл. Итого, итого, что у нас получается. Нет. Нет, для велосипедистов и рэмбов. Заявка хорошая, надо смотреть. Да, кстати, здесь, вот, конкретно в этом решении, ещё можно вот так вот, палец тоже проветрить. Прикольно. Да, рабочая схема. Да, рабочая схема. Да, рабочая схема. Да, рабочая схема. Ну, наверное, надо смотреть. Вот. Мнение субъективно, каждый сам решает. Никому не навязываюсь, делюсь своими наблюдениями. Поэтому спасибо, остаемся, подписываемся, смотрим, ставим лайки, дизлайки. В зависимости от того, как, кто относится к этому видосику. Пока-пока. Вот. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...